Сегодня у нас вездеходная тематика, и как все знают, основная проблема перед пряжением по бездорожью это выбрать тот вездеходный аппарат, который без особого труда сможет преодолевать всевозможные препятствия на пути к выжиленной точке на карте, как с минимальным затратами по времени, так и с минимальным финансовым вливанием. На решение такой задачи обычно приходит подготовленный автомобиль по типу Нива или УАЗика, но в последнее время все чаще используются различные классические вездеходы и вездеходы на переломной раме, как за очень космические цены, так и весьма доступные, такие как наш сегодняшний гусеничный вездеход Кайман. Алекс Тегберг приветствует всех подписчиков и зрителей канала, не забывайте включать кнопку колокольчика, так и будете в курсе выхода новых видео. Сегодня в моей шаловливой ручонке попала новинка компании Снегоход Сервис, за что им огромное спасибо. Компания давно известна как производитель мотобусировщиков, но на этот раз они решили ворваться на рынок более проходимой техники и запилили очень бодрый вездеход на гусеничном ходу. Вездеход получил название Кайман, имя выбрано весьма удачно, ведь крокодилы Кайманы в основном все время проводят в грязи, эдакий природный вездеход, только зубами. Сегодня в тесте Кайманы принимает участие еще одна интересная техника Снегоход Сервиса. Это модифицированная версия мотобуксировщика Бурлак М-Экспедитор с колесным модулем. Но про этот буксировщик мы поговорим в другом видео, сегодня же речь будет непосредственно про гусеничный вездеход Кайман. Также хотелось бы выразить благодарность ребятам из АТВ клуба Нордвей, за показанным отличную грязевую трассу и сопровождение по бездорожью. При беглом взгляде можно подумать, что Кайман это какая-то гаражная поделка пьяного сварщика. Все как-то аляписто сделано, да и конструкция вездехода не нова. Подобные проекты мелькают завидной периодичностью на просторах различных вездеходных форумов и ютубе. Тот же вездеход Добрения. Оба вездехода очень похожи. Но в данном случае у нас полностью заводской вездеход с документами и гарантией от всем известного производителя. По заверениям представителей завода, вездеход собирается полностью из новых запчастей. Можно быть уверенным, что в первый же грязевой замес вы не сломаетесь по причине бэушных запчастей. Применение новых комплектующих хоть и удорожает стоимость, но дают некую гарантию на надежность. Это вам не караката, где все узлы в основном бэушные и нет никакой гарантии, что вы не сломаетесь на первом же выезде. На разработку вездехода от чертежей до конечного варианта потратили почти 2 года инженерных изысканий. А многие комментаторы справедливо отметят, что ж таком можно было делать 2 года. Да я бы за один вечер под пивасик собрал подобный аппарат у себя в гараже. Ну как говорится, языком чесать не мешки ворочать, так что пройдемся по ТТХ этого вездехода, чтобы понимать как все устроено. Длина вездехода 2530 мм, ширина 1700 мм, высота без каркаса безопасности 1150 мм, а с каркасом 1850 мм. В базовой версии каркас не предусмотрен, это опция, но если он вам нужен, то стоит его приобрести, очень пригодится в непогоду или в лесных дебрях. А если у вас есть опыт сварочных работ, то можно сэкономить и сварить свой каркас. Сухая масса вездехода в пределах 600 кг. Не сказал бы, что он легкий, но и не сверхтяжелый. Кузов подобных вездеходов классический, имеет конструкцию лодки или как еще называют ванны. Он герметичный и позволяет кайману проходить водные преграды и различные броды, не допуская попадания воды за борт. На тот случай, если вы все же умудрились хлопнуть воды, то в вездеходе предусмотрена сливная горловина. По бортам каймана предусмотрены багажные отсеки, где можно разместить необходимый инвертарь и различную копировку. Отсеки удобно закрываются на резиновую застежку. В нашей тестовой версии каймана установлена лебедка, но в базе версии ее нет. Однако все крепления под лебедку присутствуют, так что имея свою лебедку можно сэкономить на этой опции от завода. Для переднего пассажира предусмотрена посадочная ручка, она же движение очень сильно выручает. Дизайн каймана очень простой, вездеход комплектуется четырьмя посадочными местами, со складными непромокаемыми сиденьями. Установлены в базе светодиодные фары, мощностью по 20 Вт каждая. Имеется система автоматического запуска двигателя, но учтите, что в базе только ручной запуск от самого двигателя. В качестве рулевого управления применяется двухручажная схема, как на многих вездеходах с бортповоротом. Управление наипростейшее, тянем оба рычага на себя, вездеход останавливается. А если тянуть по одному из рычагов, то подтормажет соответствующий борт. Наличие ручки газа вкупе с 5-ступенчатой КПП помогает выбирать оптимальный скоростной режим. Также мы имеем полноценную заднюю передачу, что в некоторых случаях очень весомый аргумент, когда борто-поворотом не получается выбраться из наиболее тяжелых говен. В основе силовой установки применяются уже классические бензиновые 4-х тактики от LeFan на 17 лошадей и на 24 лошади. Максимальная скорость при применении таких двигателей может достигать 40 км в час, а расход топлива до 6 литров в час. В нашем тестовом Каймане все на максималках. Установлен 24-сильный LeFan, а для увеличения надежности завод-производитель отказался от цепной передачи. Крутящий момент от движка передается через вариатор Safari на 5-ступенчатый КПП и идет на мост от VAS 2107. В сам двигателе трансмиссии Каймана установлены автомобильные подушки, что существенно уменьшает вибрацию по корпусу. Двигательный отсек отделен на пассажирского отсека откидной крышкой, на которой можно дополнительно закрепить груз. Если требуется перевозка более габаритных грузов, то на вездеходе предусмотрен транспортировочный квадрат автомобильного типа. По ходовой части все просто. В основе гусеницы применяются 13 колеса, всего есть 6 штук, также применяются транспортивные ленты. Грунтозацепы сделаны из 25-го стального уголка, который в изборе и образует достаточно надежную гусянку. Ширина же каждой гусеницы составляет 365 мм. К стальным уголкам приварены направляющие, которые препятствуют боковому смещению гусеницы. Но не стоит сильно ураганить и накручивать пятаки, все же гусянку можно сдернуть с колес, а поставить ее обратно займет некоторое время. Чтобы быстро остановить вездеход или воспользоваться функцией борта поворота, применяется 4-х суппортная тормозная система, а колеса дополнительно выступают в роли амортизаторов, что прилично увеличивает комфорт при передвижении. Плюсом вездехода Кайман я бы отнес простую конструкцию. Применяются новые запчасти и агрегаты. Используются модельную гусянку из транспортерной ленты и обычных колес, что упрощает ремонт на случай поломки. Все запчасти и комплектующие можно купить почти в любом сельском магазине. Относительно недорогая стоимость базовой версии на 17 лошадей всего в 240 тысяч рублей. И вы получаете очень проходимый аппарат. А максималочка на 24 лошадные силы обойдется в 270 тысяч рублей. Также большой плюс в том, что отсутствует цепная передача от двигателя к коробке, что увеличивает надежность трансмиссии. К минусам вездехода я бы отнес отсутствие в базе тента на каркас безопасности. Впрочем, как и отсутствие самого каркаса безопасности. Также к минусам я отнесу немного узковатую базу для пассажиров. Приходится сидеть почти в притырку друг к другу. Что зимой наверное плюс, а вот летом уже спорное соседство. Хотелось бы чуток расширить внутреннюю базу. Применение в качестве гусениц транспортенной ленты это конечно же плюс, но я считаю это не уровень завода. Пора бы и гусянку делать с собственного производства не хуже, чем от завода композит. Конечно, Кайман создан для не того, чтобы им любоваться, а создан для рубилого по головам. Так что быстренько подписались на канал, если вы этого еще не сделали. И поехали месить грузюку. Как раз ребята из ДТВ клуба Нордвей нам показали отличную грузевую трассу. Ну, я конечно же уверен, что найдутся комментаторы, которые эту трассу на своей девяточке в легкую проедут. Туда и обратно и не раз. Но пока мы не ломанулись грузюку, то давайте посмотрим, как Кайман форсирует небольшую заводь. Как следовало ждать, вездеход прошел это препятствие без инцидентов. Да если бы тут было и глубже, то Кайман попросту бы поплыл. Но тупо плавать это не так интересно, поэтому погнали в саму грузюку. Что самое интересное, при заявленном клиренсе Каймана в 350 мм, что визуально не видно, он кажется много меньше. Вездеход без особых трудностей преодолевает грузевые препятствия. Проходимость сильно помогает конструкция как кузова, так и гусеницы. Гусянка немного выходит за габариты кузова, тем самым Кайман способен выбираться из очень крутых ям. Где многие вездеходы уперлись бы к кузовам и без посторонней помощи уже бы не выбрались. А если Кайман и застрянет, то всегда можно заребядиться. Также для Каймана не проблема преодолевать поваленные деревья, преграждающие путь или щемануться сквозь листную кустарню. Стальные грунтозацепы хорошо выгрызаются в любую поверхность, не допуская проскальзывания. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, разбитая техника лесная дорога это не такое серьезное препятствие для вездехода. Но вот у некоторых квадриков таких лужек могут возникнуть проблемы и придется замочить ноги, чтобы вытащить застрявшую технику. Ну вот, наконец-таки мы и добрались до нашего болота. Суваться сюда на каком-то виде техники, кроме как вездеходной, чревато потери самой техники. Или весьма ее длительному извлечению, если застряли. Поначалу все думали, что Кайман тупо сядет на брюхо и будет рвать гусянка в верхний слой болота. Но по факту все вышло наоборот. Кайман без всяких раздумий рванул по болоту и не показывал никаких намеков на то, чтобы где-то засесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После покатушек по этому болоту, многие посчитали, что это слишком лайтовая часть болота. И приняли решили скататься еще на одном болотце, где на самом входе есть очень хорошая водяная линза. Вот тут-то наш Кайман и подстрял. На самом деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Слегка адаптируясь к возникшей проблеме, ребята вытаскивают здесь ход из плена своим ходом. Без применения каких-то спецсредств и помощи квадрика. Выбравшись на болотное полотно, Кайман опять показывает отличный результат. Визеход оказывает своими гусянками минимальное давление на поверхность, что дает возможность Кайману не прорывать болотное полотно и свободно по нему передвигаться. Что я могу сказать про этот визеход? В принципе нормальный визеход за свои деньги, стоит недорого. Есть гарантия от завода. Кайман конечно здесь сильно похож на своих собратьев, тот же Добрени. Но есть очень много отличий, как и похожестей. Визеход Добрени тоже неплох. Я надеюсь мне удастся заполучить его на ТС и сделать на него обзор. Но это уже будет совершенно другая история. Я же с вами не прощаюсь, увидимся в комментариях. Задавайте свои вопросы по визеходу, постараюсь на все ответить. Продолжение следует...